Мир вам, Церковь дорогая! Занимайте ваши места и откройте ваши Библии, Евангелие от Матфея. Мы прочтем то, что мы не слышали сегодня, до и после. Я не буду читать историю с 1 по 11 стих, давайте мы затронем 20 главу Евангелия Матфея, конец этой главы и посмотрим, что было в 21 главе. Итак, с 20 текста 20 главы Евангелия Матфея. «Тогда приступила к нему мать, сыновей Зеведеевых, сыновьями своими кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите? «Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему, можем. И говорит им, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит. Но кому уготовано отцом моим? «Услышав сие, прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же подозвал их и сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Когда выходили они из Ерехона, за Ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать, «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать, «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» И Иисус, остановившись, подозвал их и сказал, «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему, «Господи, чтобы открылись глаза наши!» И Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним. С 12 текста от 21 главы «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков, висками и продающих голубей, и говорил им, написано, «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников, и приступили к нему хромые и слепые в храме, и он исцелил их, и видевшие первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, и говорящих, «Хасанна, сыну Давидову, вознегодовали!» «И сказали им, услышишь ли, что они говорят, Иисус же говорит им, «Да, разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу и оставив их? Вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь». Мы прочитали с вами, друзья, то, что было по дороге в Иерусалим. Библия не оставляет нам серых зон. Это очень радикальная книга. Почему? Потому что Бог радикальный. И Иисус очень радикален. Ты не можешь никак остаться где-то посередине. Занять какой-то нейтралитет. И сказать, «Я человек аполитичный. Я ни за какую партию. Я за мир во всем мире». Друзья, характеристика Иисуса Христа, которую мы сейчас прочтем, она была следующая. Она взята была из книги пророка Захарии. И три определения, которые стоят под Иисусом Христом, были следующие. «Си царь твой грядет». Первое определение – неправедный. Второе определение – спасающий. И третье, что написано о Христе – кроткий. Мы как-то слышали о том, что кротость – это не бесхребетность, это не медузность какая-то, бесформенность. Кротость – это наличие определенной принципиальной позиции. И Библия не оставляет ни мне, ни тебе, ни одному человеку ни одной серой зоны. И ты должен определиться, где ты и с кем ты. И это не политика, а это позиция Божья. Если стоит вопрос между добром и злом, где ты? Если стоит вопрос между светом и тьмой, где ты? Если стоит вопрос между жизнью и смертью, ты где? Если стоит вопрос между благословением и проклятием, ты где? Если стоит вопрос между праведностью и беззаконием, где ты? Если стоит вопрос между любовью и ненавистью, ты где? если стоит вопрос между христианом, между христианом и воровой, где ты? Если стоит вопрос между Божьими детьми и детьми дьявола, ты где? ты воздержавшийся? Ты воздержавшийся? для себя ему это намного легче и всем остальным. Поэтому я не понимаю такой личности, как воздержавшийся. Человек без принципиальной позиции, он не знает, кому отдать или чему предпочтение. Друзья, в конечном итоге это не фуражка на две стороны. Сегодня наши, я фуражку сюда. Сегодня не наши, я фуражку туда. или дом Божий или вертеп разбойников. Друзья, радикально? Очень. А почему так? Почему как-то не помягче? Почему как-то не погуманнее, не потолерантней? Почему так, Иисус, почему ты так ведешь себя? Почему ты так говоришь? Почему ты так обозначиваешь? Потому что Бог принципиальный, особенно по отношению к Его святости и по отношению к греху. Интересно, что Иисус говорит, что вы не можете служить двум господам. Это очень принципиально, очень радикально. Иисус говорит, что вы не можете пить две чаши, Божью и Бесовскую, и это очень радикально. Иисус говорит, что вы не можете любить Бога, А одновременно брата ненавидеть – это очень радикально. Вот такова книга Библии. Знаете, друзья, она очень уникальна тем, что она открывает историю нам от начала и до конца человечества. Она открывает нам правду о Боге. И Евангелие открывает нам правду о человеке, о дьяволе, о грехе. Она говорит всю правду нам, хочется нам этого или нет. Она не скрывает негатив, она говорит так, как есть. Она выворачивает наизнанку сердце греховного человека и показывает ему его падшесть, показывает ему безнадежность этого состояния без Христа. И она говорит правду. И о Христе сказано, что все это то, что происходило с Ним, так было написано через пророков. И одного из пророков мы сейчас процитировали с вами. Это 9-9 книга пророка Захарии. Он был праведный, он был спасающий, и он был кроткий. Интересно то, что Иисус видел то, что не видели люди. Иисус говорил им то, что ныне сокрыто от ваших глаз. Я это вижу намного дальше. Так не встречали ни одного из пророков. Читая Евангелие, читая Писание, читая историю, так не встречали ни одного из пророков. Когда вы перевернете одну страницу, в 23 главе 37 текстом Иисус говорит следующие слова. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков. Вот как встречали пророков. И камнями побивающий посланных к тебе. Вот как встречали пророков. «Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, вы не захотелись, и оставляется вам дом ваш пуст. Ибо, сказываю вам, не увидите меня, отныне доколе не воскликните благословенные ряды во имя Господне». Вот это, друзья, единственное, у кого не было праздника. А по сути праздника еще не было. Народ собирался только со всех окрестностей. Народ стекался со всех уголков на праздник. Праздника еще не было. А народ уже готовился к предвкушению праздника. Единственный, у кого не было праздника на душе, это был Христос. Потому что он видел то, что не видели люди. И потому у него на глазах были слезы. Народ любит праздники. А если нет праздника, мы готовы сделать праздник. Они его не узнали. Они смотрели на внешность. Они смотрели на внешность. Они смотрели на Христа, как бы сквозь Христа, и не видели в Нем того, кем Он был на самом деле. Они не видели в Нем Бога, они не видели в Нем Мессию, они не видели в Нем Спасителя, они не видели в Нем своего Господа. Это вызвало в Христе глубокое разочарование в них. А очень жаль. Иногда так же с нами поступают люди, они смотрят на тебя, и они не видят тебя. Они смотрят на твою внешность, они смотрят на какие-то определенные твои действия, жесты, твою интонацию, еще что-нибудь. Они души не видят, сердца не видят. И вот по этому внешнему они делают себе заключение. Люди смотрели на Христа, на Его внешность, на Его чудеса, на то, что Он делал, говорил, и они делали свое заключение. О Нем Христос не был таким, как часто люди представляли Его. Так вот, друзья, миссия Иисуса, она на земле подходила к концу. И Он оставляет после Себя пример, и Он открывает нам смысл жизни человека. Все остальное бессмысленно. И Иисус оставляет нам пример. Кого Он оставляет? Он оставляет самого Себя. Все остальное бессмысленно. Мы сказали, что Его характеристика, Он был праведный, Он был спасающий, и Он был кроткий. Если очень коротко и просто тезисно сказать, в чем же суть была той истории, которую я упустил сознательно, следующее. Иисусу Христу нужны послушные люди, которые безоговорочно, беспрекословно будут исполнять Его просьбы, Его заповеди. Он говорит своим ученикам, пойдите в такое-то селение, вот там-то, там-то, на такой-то улице вот такого-то домика будет стоять. Возьмите, приведите. И дальше сказано в одном из стихов, в шестой тексте, мне кажется, там сказано, что они пошли и сделали так, как сказал Иисус. Очень сложно, да. Дети, правда, очень сложно. Очень сложно иногда просто сделать, как Папа сказал. Начинается куча вопросов, куча делов. А почему так? А зачем так? А почему я? И так далее. Просто сделай, Папа сказал, иди сделай. И делу конец. И все счастливы, все довольны. Иисусу нужны послушные люди. Потому что Он сам такой. Он был послушен Своему Отцу. Если мы посмотрим дальше, Иисусу Христу нужны жертвенные люди здесь. Зачем вы осленка отвязываете? Зачем вы это делаете? Господонна аусеопа. Без вопросов. Без вопросов. Когда мы посмотрим на эту историю, мы посмотрим, что Иисусу Христу нужны люди, которые, смотря на Него, видят в Нем. Того, кем Он есть на самом деле и что делают? Это, естественно, вызывает в них реакцию прославить Его за это. Иисусу Христу нужны люди, которые говорят о Его пришествии, что это грядущий во имя Господня. Тот, который был, есть и грядет. Иисусу нужны эти люди. Более того, Иисусу Христу нужны слепые и хромые. Мы это видим из этой истории. Иисус вошел в храм. И когда Он очистил этот храм, в этом храме приступила эта категория людей к Нему. Слепые и хромые. Почему? Потому что ради них Он пришел. И Он пришел их сделать зрячими. И когда мы заканчивали с вами читать 20 главу, одно из последних чудес по дороге из Иерихона, когда выходит Иисус, вот эти слепые, они начали кричать Ему. Иисус помилует им. Что вы хотите от меня? Мы хотим, чтобы открылись наши глаза. Иисус пришел, чтобы людей делать зрячими. Чтобы наконец-то они начали видеть. Не просто физическими глазами. Потому что духовная слепота – это катастрофа. Это намного серьезнее, намного опаснее, чем просто физически быть слепым. Физически – это трагедия. Но духовная слепота, когда человек ничего не видит, он находится во тьме. И он не знает, куда он идет. Братья и сестры, Иисусу Христу из этой истории, которую мы упустили, не прочитали, когда он вошел в храм и очистил его, мы должны понимать, что Иисусу Христу нужна чистота твоего храма. Почему? Потому что это его дом. Это его место жительства. И ему не безразлично, в каком храме он будет жить. И прежде, чем туда войти, прежде, чем там поселиться, он должен это место очистить, сделать его чистым, сделать его способным для того, чтобы он мог там жить и находиться. Поэтому он делает порядок там в жизни. Друзья, мы прочитали с вами очень удивительный текст. По дороге в Иерусалим мама подошла ко Христу, и она спросила у него, можно, Иисус, чтобы один из моих учеников был, сыновей по правой твоей сторону, а один из них по левую? Иисус заканчивает этот разговор с ней следующим текстом. Мы прочитали с вами 28 текст 20 главы. Иисус говорит, так как Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили. Я хочу заметить этих два слова сегодня. Но чтобы послужить и отдать. Вот миссия Христа. Вот цель Христа. Друзья, очень часто бывает так, что второстепенные элементы праздников, они затмевают нам самого Иисуса. Нам пальмы, веточки, все по цвету там, чтобы нам было одеться, знаете, там вербы там и все такое, одежды люди там стелили. А Иисуса они не видели, тупо не видели. Они Его потеряли. Уже сегодня христианство празднует многие свои праздники без Христа. Это опасно. И это преступно. Потому что это ужасно. Это самое великое преступление. Это когда служить Христу без Христа. И нам кажется, что мы служим, служим, служим. А в конечном итоге кому служим? Вроде Христу служим. А где Христос? А Его там нет. Интересно то, что иногда бывает поклонение Богу без Бога. Индияда бывает проповедь о Боге. Она без Бога. Она красноречивая. Но она не исполнена Святого Духа. Она не помазана от Бога. Это хорошая, ораторская, красноречивая, эрудированная, правильно составленная проповедь. Но она не имеет успеха. Она не имеет результата. Почему? Она от тебя, не от Бога. И тебе интересно, что, друзья, что не ты, а тот, кто с тобой, он главный. Тот, кто в тебе, а не ты, он главный. И он управляет служением себе. И вот самым лучшим образом Бог устраивает это служение. Мимо наших программ, мимо наших концертов, мимо наших всех делов, писулик, всего. Иисус сам может устроить служение себе и сделает это самым лучшим образом, потому что это служение Святого Духа. Духа, а не буквы, потому что буква не несет благодати. Я сказал, что цель Иисуса Христа послужить и отдать. Мы сейчас посмотрим, как Иисус это делает. Как Он пришел показать, например, послужить и отдать. Как Иисус делает это? Я не знаю. Но я читаю Евангелие, я это верю. Сказано так, что Он смирил себя самого. Он умолился и уничижил себя до такого состояния, что Он принял человеческое тело, по виду стал, как человек, и принял образ. Кого? Раба. Он принял образ раба. Он уничижает себя до этого уровня. И когда Иисус воплотился, вошел в это тело, это уже больше не стало тайной, это уже было явно рождение Иисуса. И вот Иисус для нас сегодня выступает образцом служения людям. Потому что служитель – это тот, который кому-то или чему-то служит. Это слуга, это раб. Это не тебе, а это ты. Вот суть просьбы мамы вот этой, она заключалась в следующем. Разреши, позволь, чтобы вот там в президиуме, в твоем царстве, эти обои были бы рядом, близко, очень close. И ответ Христа – «Вы готовы одеть мою рубашку?» Они сказали – «Да». Поэтому Он сказал им – «Чашу мою будете петь, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Очень часто, братья и сестры, у нас неправильное представление служения, оно создает для нас неправильный образ самого служителя. Иисус Христос нам пример в этом. Потому что у нас очень часто бывает так, что для нас вопрос служения – это власть, это править, это господствовать, это раздавать команды направо-налево, иди сюда, стой там, сделай это, убери это, позвони туда, реши это. Это, знаете, такая, ну, это править, это властвовать, может быть. Это ждать внимания какого-то, это ждать какой-то чести, ждать какого-то признания, стать, может быть, каким-то известным на этом фоне. Славы себе поиметь, как говорят некоторые, угождение, быть на виду. И, знаете, чем выше занимаемая вот эта должность или позиция, тем сложнее пробиться к такому служителю. Апойтменты, офисы, графики работ на звонки не отвечают и очень сложно добиться к такому рангу высокому. Иисус таким не был. У Него не было Фейсбука, у Него не было имейла, у Него не было телефона, у Него не было машины, у Него ничего не было. Он был простой, доступный людям. Это образец служителя. Интересно, вот это у Христа. Он берет умывальницу, берет полотенце и начинает делать работу раба, то, что он не должен был делать, потому что он был среди возлежащих как служащий. И ему не стыдно и не унизительно, а он делает то, что должен был делать раб. И это, знаете, очень часто низко в глазах людей, но это очень высоко у Бога. Почему? Потому что он кроткий. Характеристика Иисуса, он кроткий. Ему не сложно, ему не стыдно унизить себя. Ему не стыдно, не сложно смирить себя. Ему не стыдно помыть нори своим ученикам. Итак, первый принцип служителя любого всегда, друзья, это готовность быть слугой. Это готовность быть слугой. Это не угождать, а служить. Это не на побегушках быть, а служить. Вот то, что делал Иисус. Он пришел, чтобы послужить людям и отдать душу свою. Если хочешь быть большим, в 26 стихе мы прочитали, будь слугой. Если хочешь быть первым, готовься быть рабом. Итак, друзья, готовность быть использованным Богом, это то, чему учит Писание. Ибо во Христе и Иисусе вы созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. То же самое Павел озвучивает в послании Титу в 3 главе. Чтобы люди повиновались и были готовы на всякое доброе дело, потому что Бог предназначил нас на это в нашей жизни. Иисус пришел показать пример этому. И его земной путь приходил к концу. Он входил в этот город. Он понимал, что это готовность к непониманию, это готовность к клевете, это готовность к неприятию, это готовность к предательству, которое очень скоро переживет Иисус. Это было с пророками. Мы прочитали с вами. Это было со Христом. Позже это будет с апостолами. И сегодня я должен быть тоже готов пройти тем путем, которым прошел мой учитель. Он показал пример, как это нужно сделать. Остановило ли это апостолов? Нет. Почему? Почему, братья и сестры, не останавливает верующих людей то, что они делают? Потому что они заряжены. Чем заряжены? Они смотрят на то, каков был их учитель, что он сделал для них, как он поступал, для чего он пришел, его миссия какая и как он это делал. И вот тогда у них этот заряд дает им силу идти дальше. Знаете, как это называется в Евангелии? Это называется посвящение. Что такое посвящение? Иисус будет говорить однажды, когда он будет молиться, вот эта первосвященническая молитва, она говорит отцу своему, отец, я за них посвящаю себя. Это жертва всесожжения. Это не часть. Братья и сестры, это не десятина. Учение Нового Завета. Я хочу сказать, учение Нового Завета, это учение не десятины. А кто-то идет этим путем и жертвует десятину, и умывает руки, и говорит, Боже, вот Твое, Твое Тебе, Твоя десятина, все остальное, все. Жертва всесожжения, это когда ты ложишь эту жертву на жертвенник, и она вся сгорает там. И Иисус говорит, я за них посвящаю себе. Знаете, очень часто песни написаны в честь кого-то. Песни написаны в честь кого-то, и тот, который хочет спеть, или тот, который объявляет, говорит, песня посвящается. Объясните мне, что это такое? это один куплет в этой песне посвящается, или припев в этой песне? Нет, это песня посвящается от первого слова до последнего. Или стих посвящается, или памятник какому-то человеку ставят, они не ставят его ноге, или руке, или голове, они ставят всей личности. Поэтому жертва всесожжения, это ты весь сам Божий. И все, что дал тебе Бог, не твое, а Божье. Иисус за человеков, за людей посвящает себя и показывает, как это надо делать, и уходит на крест. Я за них посвящаю себя. Когда-то возможно? Когда возможно, что Бог может всем твоим пользоваться, хотя это не твое, временно дано Богом тебе. Это возможно только при наличии любви к этому Богу. Потому что фанатики или поступки фанатиков это действия, иногда феноменальные действия, но это действия без любви. Иисус сказал своему отцу там на небесах, когда никто не слышал этого, я иду исполнить волю твою Отец. Я иду исполнить волю твою. Не потом пойду, а иду уже. Интересно, друзья, что посвящение это отказ от своего себя в пользу другого. Кто-то думает, что может быть это слабость или это проигрыш, но это настоящая сила. Это принцип любых взаимоотношений. Не моя, но твоя. Да будет воля. Поэтому посвящение это безоговорочное послушание, это добровольное действие, Иисус это делает. Он показывает, как это сделать. Ты можешь только тогда посвятить себя тому, кого ты любишь, только при наличии любви. Иисус был послушен до смерти, смерти крестной. Это добровольное действие Христа. Еще один момент хочу сказать, что верность Иисусу Христу в служении не служению верность, а верность Богу в том служении, который Он верил тебе. У людей очень часто наоборот. В 13 главе Иоанна первым текстом мы читаем, что Иисус возлюбив сущих в мире написано Он до конца возлюбил их. В Своей любви Иисус Христос остался верный тем, кому Он возлюбил. Он это сделал. Вопрос теперь стоит земной. Иисус пошел дальше до Голгофы. Он не сошел с дистанции. Он был верный своему Отцу, который поручил Свою Сыну исполнить миссию спасения человечества. Он пришел, чтобы отдать, что отдать? Свою душу. И несмотря ни на что, как говорил Алексей, зная все то, что с ним будет, он все равно идет. Миссия, для которой пришел Христос. Как у нас дела обстоят с этим? Очень часто в нашей жизни бывает так, что мы начинаем какое-то дело и не заканчиваем его. Для меня всегда Мексика в глазах. Когда мы приезжаем туда, у меня всегда арматура в глазах в Мексике. Братья знают, о чем я говорю. Второй этаж и торчит арматура. Первый этаж и торчит арматура. Третий этаж и торчит арматура. Человек еще думает строиться когда-то. Человек живет еще каким-то будущим. Человек что-то начал и не закончил. Дети идут иногда выбирают профессию. Пошел на одну профессию учиться бросил. Пошел на другого учиться бросил. Пошел на третьего учиться. Он не знает кем ему стать в жизни. Сколько проектов люди начинают и бросают и не заканчивают. Говорят на смех курим. Иисус не был таким. Он то, что начал он закончил. Что бы ему это не стоило, ему стоило это жизни, он ушел на крест. Он то, что он начал, он закончил с честью. Какая мотивация была у него? Что им двигало? Почему? Что им двигало? Друзья, что двигало Христом? Иисусом Христом двигало любовь к его Отцу. И второе, к людям любовь. его творение которое пало, которое ушло от него. Иисусом Христом двигало любовь к его Отцу и она выразилась его послушание. И второе, любовь к людям им двигало желание угодить своему Отцу. Знаете, во Христе все было то, о чем мы читали. Он был праведный, он был спасающий, он был кроткий. В нем было полно милосердия, сострадание к людям, в нем была доброта, в нем была забота, в нем была внимательность. Это все проявилось в служении Иисуса по отношению к людям, любовь выраженная в послушании. И тот, кто сказал эти слова, помните, да, кто заповедал, он был сам в этом пример. Если он сказал, что дети повинуйтесь своим родителям, то Иисус был послушен своему отцу. И он сказал однажды, что я всегда делаю то, что ему угодно. А что Богу было угодно? Книга пророка Исаии открывает нам какой-то такой очень интересный текст. В 53 главе там сказано, а Богу было угодно поразить его. И чтобы это поражение принять, чтобы эту смерть принять, Христос идет на это. На то, что угодно было отцу. Он становится вот этим Исааком, которого Авраам несет, приносит в жертву. Да, этого не случилось, но это большой прообраз для нас. И он пошел как анец. Он пошел послушно, он пошел безропотно вот это служение Христа. Как мы ведем себя в тяжелых или тесных обстоятельствах. Правильная мотивация перед Богом. правильной мотивацией она заключается Он не искал славы себе. Помните, я прославил тебя на земле и жизнью и смертью. И Иисус прославил Отца на земле и жизнью и смертью. Потому что Он любил Отца. И Он любил людей, ради которых Он пришел отдать свою душу. А до этого Он им служил, 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 служил. И делал это с любовью, с заботой, вниманием и состраданием. Кого Я прославляю сегодня? Во имя Кого Я живу? Какова Моя миссия сегодня? И Иисус искал славы Отцу. И делал это от всей души. Он показал, как нужно правильно служить. Мне так хочется иногда, братья и сестры, чтобы меня похвалили. Мне очень хочется иногда, чтобы ко мне подошли, сказали, какой ты молодец, как ты классно сказал, круто спел, вообще четко. Это хорошо становится, знаете, я уже все, я плыву, я как на дрожжах меня понесло, моя плоть этого хочет, признания, похвалы, а Иисус не искал славы себе, он не искал славы того, кого любил и ради которого пришел. Две последних мысли хочу сказать, без чего немыслимо ни одно служение в нашей жизни. Мы говорили вначале, что ни одно служение, друзья, оно немыслимо без присутствия Бога или без помазания Святого Духа. Другими словами, без призвания. Как много мучат людей, и люди мучатся сами, если они не на своем месте, если человек занимается не своим служением, если пресвитер диакон, а диакон пресвитер, люди не на своем месте, и они мучатся сами и мучат вокруг других людей. Человек, имеющий призвание, будучи помазан на это служение, имеет успех и результат. почему он Богом помазан. Не так было со Христом? Да. И он встает в своем городе Назарете, открывает книгу пророка Исаии и говорит, он помазал меня. Дух Святой помазал Христа на это служение. Это Божья печать, печать его одобрения, печать Божьего благословения, печать его присутствия. Поэтому будет ли видна разница, братья и сестры, будет? Люди чувствительны, чувствительны, а что они замечали? Они замечали следующее. Вот было служение Иисуса и было служение фарисеев. Скажите, разница была? Да, было. Люди видели это? Да, они замечали это? Да, замечали. Да, никто не мог просмотреть сердце, но они чувствительны, они видели эту разницу. Служение Иисуса и служение фарисеев. Это дело для славы Отца Своего Небесного, А это делали для Своей славы. Причина какая? Помазание от Святого Духа. Еще один очень немаловажный инструмент в любом служении то, что было у Иисуса Христа, то, что им двигало. Вот он идет из Иерихона, идет в Иерусалим, идет, знаете, не плетет ноги так, нехотя, так с натяжкой, так подталкивает его сзади. Иисус идет, знаете, с чем он идет? Он идет с ревностью. Что такое ревность, братья и сестры? Это особое усердие, это особое желание. Вот когда ты смотришь на любую работу человека, мой отец всю жизнь проработал с 50-х годов до до 2000-х в одной профессии он был зубной техник. И первое, куда он смотрел на человека, смотря, он смотрел ему в рот, на его зубы. Это было профессионально уже. И когда к нему приходили люди, садились в кресло, чтобы сделать какую-то работу, он смотрел на эту работу и говорит, подбивать бы этому человеку руки. Вот так, друзья, очень часто в жизни у нас происходит. Когда мы смотрим на какую-то работу, мы видим, она с сердцем сделана, она с усердием сделана, она с любовью сделана, или она просто так, вот так, тяп-ляп сделана, как-нибудь, как-нибудь вытянуто, как-нибудь покрашено, как-нибудь там еще что-то сделано, как-нибудь замазано-примазано на базар. Братья и сестры, вот ревность это огонек. Вот огонек в глазах. Поэтому я сторонник того, что лучше не делать никак. Лучше не делать никак, чем делать без огня. А зачем? Потому что Бог воззовет прошедшее, Бог наблюдает настоящее, и Бог видит будущее. И апостол Павел, смотря на жизнь этих людей, он говорил, что вы были ревностны вот вчера, вы продолжаете это делать сегодня, и я верю, что Бог вам даст это же силы, энтузиазм этого огня, совершать это дело служения святым до конца. Итак, особый настрой сердца. Это приносящий радость, этот настрой от служения того, что ты делаешь. На дело своей души, на подвиг, он будет смотреть с довольством. Поэтому это служение нон-стап, это служение на сто процентов, это или игра, или пение, или помощь, или благотворительность, что бы ты ни делал, это служение на сто процентов, это особое старание при присутствии Божьего страха. И последнее, друзья, вот Богу, я всегда говорю так, тачки не нужны. Ему не нужны люди, которых нужно толкать, которых нужно упрашивать, Его любить, Ему служить, что-то делать доброе во имя Его. Богу такие люди не нужны. Ему нужны люди, посвятившие себя. Ему нужны добровольцы. Ему нужны люди верные, постоянные, люди любящие, люди, не ищущие славы себе, с огоньком в глазах и сердце, люди трудолюбивые, люди не лентяи, люди, которые берут пример со своего учителя. Итак, мой последний вопрос. Библия очень радикальная книга. Если посмотреть на самого себя, кем я являюсь человеком, каким? Я тот человек, который жду внимания? Или я тот, который отдаю? Я тот, который жду любви от кого-то и обвиняю всех ближних вокруг, мне не позвонили, не пришли, не посетили? Или я человек, который отдаю эту любовь? Кто я? Где я? Какая мотивация всего того, что я делаю? Лайки? Соцсети, признания? Комментарии моих, там песен, проповедей, моего служения? Мотивация, почему ты все это делаешь? Ради кого? Ради чего? Не считаю ли я низостью для себя или унижением быть слугой и рабом у Христа? С кого я беру пример в своем служении? Делаю ли я то, что я делаю с большой охотой, старанием и усердием, как делал Христос? Итак, Иисус для нас это пример служителя с огромным сердцем. Это пример служения с огромной отдачей. И знаете, что будет потом? А потом будет его оценка. Оценка всего того, что мы делали. Во имя кого и во имя чего. Жизнь, потраченная на себя, это потерянная жизнь. Таким не был Иисус. Давайте мы помолимся. Аминь. Аминь.